Партнер программы – тренинговый центр сексуальной культуры «Секс.Про». Групповые и индивидуальные занятия по техникам любви. Благодарим за создание интерьера единственную в городе интерьерную лавку. Только в мега-центре «Горизонт». Телефон 272-51-30. Добрый вечер! В студии Екатерина Помазанова. Здравствуйте, дорогие мужчины и милые женщины! Стресс, напряжённость, обыденность. Как нам хочется каких-то ярких впечатлений и интересных ощущений от своего тела. Сегодня мы с вами будем говорить об эротическом массаже. Что такое эротический массаж и для чего он нужен? Сегодня у нас с вами в гостях девушка, мастер рэйки и цигун, обладательница самых чувственных рук, девушка, которая попала в книгу рекордов Гиннесса по стоянию на гвоздях, Юлия Шакитько. Давайте поприветствуем! Здравствуйте, Юля! Здравствуйте, Екатерина! Скажите, пожалуйста, что такое эротический массаж и для чего вообще он нужен, для чего его применяют? Я слышала, что его даже применяют и в медицинских целях. Благодаря эротическому массажу усиливается чувственность и открываются потоки сексуальной энергии. Эротический массаж является подготовительной частью любовной игры. Он может подготовить ваше тело и тело вашего партнёра к всепоглощающему сексуальному союзу. То есть, как я понимаю, это для того, чтобы ещё больше разжечь страсть и возбудить партнёра? Естественно, это эротический массаж, это тот навык, который просто, наверное, необходим каждому человеку. Но, к сожалению, наверное, мало кто делает из нас эротический массаж. Поднимите, пожалуйста, руки и скажите, кто из вас делает эротический массаж своему партнёру? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Валерий, я считаю, что при люди это самое главное, что нужно от мужчины, потому что, как правило, мужчины эту фазу не делают или очень быстро, или вообще пропускают. Ну да, 5-10 минут — это уже с аргазмом. Лично, ну, есть одно ещё главное. Если мужчина это делает без удовольствия, то женщина вряд ли получит что-то. Лично я получаю уже даже от этого огоньнейшую удовольствию. Сколько по времени нужно уделять этому внимания? Есть разные фазы. На первое начало идёт фаза расслабления. Я рекомендую её выполнять не более 10 минут. Почему? Так как ваш партнёр может уснуть, и так, не дождавшись самого интересного. Отлично. Далее лучше переходить к активным ласкам. То есть у нас есть ещё какая-то фаза, да? Это фаза активных ласков. Да. А в чём эта фаза заключается? Чем массаж делается в этой фазе? Руки или что-то ещё присутствует? Можно применять и руки, и тело. Полностью всё тело. То есть можно и грудью делать, и попой? Естественно. Отлично. А у нас сегодня будет какая-нибудь презентация о какой-нибудь части? Сегодня мы поговорим о первой фазе, фазе расслабления. Замечательно. Хорошо. А какие масла нужно применять для эротического массажа? Гипоаллергенные и натуральные масла. Наиболее всего подходят кунжутное, миндальное и масло грецкого ореха. Также можно использовать рафинированные оливковые и кокосовые масла. А вот я слышала, что можно ещё добавлять какие-то аромамасла? Да. Также к этим маслам можно добавлять ароматические пищевые масла. Такие как цитрусовые, бергамота, розы и другие. И в какой пропорции? Несколько капель на… Ну, это в зависимости… От какого масла, наверное, используем? От какого масла используем, да. Несколько капель. Главное, чтобы не было аллергии у человека. Это подбор индивидуальный. То есть вначале лучше спросить, да, есть ли аллергия или нет, да? Да. Спасибо, хорошо. Можем мы сегодня продемонстрировать, ну, хоть что-то? Конечно. Итак, мы продолжаем нашу программу «Искусство любить». И сейчас мы с вами увидим, как же правильно делать эротический массаж. У нас в студии есть модель. Здравствуй, модель. Здравствуйте. Вы готовы получить дозу эротического массажа? Да. Отлично. Тогда приступаем. Для начала растираем руки до появления тепла. Кладем руку между лопаток, уравниваем дыхание и настраиваемся на партнера. Я так понимаю, эта зона называется материнская, да? Да. То есть когда вы обнимаете своего ребеночка, да, вы кладете ручку именно на зону между лопаток. Начинаем массаж с нежных поглаживаний. Каждое движение делайте очень медленно. Чем медленнее движение, тем более эротический окрас они приобретают. Ни на секунду не отрывайте руки от своего партнера. Это, наверное, чтобы не обрывать энергетический поток, правильно? Именно. Таким образом мы знакомимся с телом вашего любимого. Далее умасливаем каждый сантиметр тела партнера. Наливаем в ладошку, где она согревается. Ну, опять-таки, чтобы клиент не подпрыгнул от холода. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это фаза расслабления, здесь мы не трогаем половые органы. То есть я так полагаю, что здесь нужно вертеть вокруг да около, да, чтобы партнер и расслабился, да, и слегка возбудился, так? Да. Хорошо. То есть первый прием у нас, как я поняла, да, это было поглаживание и нанесение масла, да? Отлично. Какой следующий у нас прием? Хорошо. Далее от крестца ведем руки к шее и плечам. Амассируем шею и плечи пожестче. О, это нравится и женщинам тоже, кстати. Мужчинам больше нравится. То есть у мужчин просто пожестче это делать, да? Да. А вдруг у нас здесь есть мужчины, которые захотят своим девушкам сделать тоже эротический массаж, а именно эта фаза? Возвращаем руки через подмышечные впадины и боковые поверхности ребер. То есть это тоже получается эрогенная зона, да? Именно. Там где нам щекотно, там приятно, да? Приятно, только смотря как. Все зависимости от... Нажима, да? От нажима, именно. То есть в эротическом массаже очень важен нажим, да? Не просто поглаживание, да? А именно вот нажим правильный. Совершенно верно. Далее растираем крестец. Растираем именно кожу в этой области. Как ваше самочувствие, Мадель? Прекрасно. А что сейчас? Какие ощущения есть? Очень хорошо. Очень хорошо. Должно пойти тепло в ноги. Тепло в ноги. Отлично. А теперь разносим нежными прикосновениями бабочки, разносим тепло по всему, по всей спине. Субтитры подогнал «Симон» Пальчики – это эрогенная зона. Здесь подушечки пальцев и область под ногтевым ложем. Такими приятными движениями. Подавляем, да? Подавляем. Давим. Итак, наша модель теперь лежит на спине. И сейчас нам Юля покажет, что же можно сделать с животом, с грудью, с бедрами, с руками своего партнера. Так же, как спину, проводим к шее и обратно. То есть, получается, ниже попка руки, да? Идем вверх, опять-таки, на плечиках. Очень интересная область живота, где кладем ладошку на живот и по часовой стрелке проворачиваем. Это здесь тоже, да, какой-то энергетический центр? Именно, это третья чакра. Чакра слоночного сплетения, да? Да, отвечает как раз за усилия, мужественность и сексуальность. И за деньги, да? Отлично. В первую очередь. Хорошо. Деньги тоже будут, оказывается. Руки. Так же присоединяем руки к туловище. Анастасия, да, как ноги? Таким же движением, как ноги. Растираем ладонь. Так же точечно проходим по всей ладони. Особое внимание уделяем бугоркам среднего и безымянного пальца. Эти зоны отвечают за секс как таковой. Далее очень интересная зона подушечки пальцев и под ногтевое ложе. Так же давящими движениями. Придавливаем, да? Придавливаем, да. Что чувствует? Что модель чувствует? Необычный. Необычный, необычный. Главное в этом массаже, вот, не касаться половых органов, да, еще раз повторюсь, вот, вокруг да около. Вот на фазе расслабления, да, можно вот его просто погладить, растереть. Ну, конечно, при правильном движении, да, тут очень важно, правильное прикосновение, правильный нажим и правильная скорость. Вот этому учат годами. Юлия, давайте с вами подведем итог, какие все-таки три составляющие очень важны для эротического массажа, вот именно для первой фазы. Главное, это атмосфера, ощущение партнера, слияние с ним. Также правильный нажим и медленные движения, медленно, плавно и нежно. Сегодня мы с вами разобрали лишь несколько движений по эротическому массажу, но уже этих знаний вам будет достаточно, чтобы удивить вашего партнера и дать понять, как он значим для вас. С вами была Екатерина Помазанова и программа «Искусство любить». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok